добрый день уважаемые зрители с вами канал дневники бродяги друзья сегодня бы я хотел познакомить вас с еще одним интересным на мой взгляд рюкзаком рюкзаком который называется эрифей от фирмы век век это довольно известной в россии фирма которая занимается пошивом туристического и военного снаряжения и так друзья в общем рюкзак у меня пришел примерно в середине августа сейчас январь и вот только сейчас по сути я смог раскусить и распробовать весь этот рюкзачок насколько он прикольный и интересный и насколько он мне нравится первое счастье как я уже говорил я расскажу вам свое небольшое мнение о нем во второй части уже будет более подробный обзор со всеми параметрами ттх и прочим кому не интересно слушать мои болтовни можете перемотать вот на этот тайм-код и сразу начать смотреть оттуда ну а для тех кто останется я хочу рассказать небольшой предысторию в общем ребята мне его прислали в августе как я уже говорил я его вытащил из посылки получил на так как мы занимались супругой ремонтом поход я вовремя сходить не успел и от того мне сложилось такое двояка не впечатление потому что был немного занят основная фишка которая мне понравилась в этом языке это просто это не заказать видимо ребята которые делают от рюкзак применять какую-то магию особую вот эти боковые утяжки они имеют сейчас на всех рюкзаках то есть все подряд их делают эти боковые утяжки все но вот эти утяжки сделаны расположены к таким чудесным про чудесно правильным образом что они сжимают рюкзак настолько сильно что 50 литров они не кажется что там 50 литров это лежит он довольно плоско очень плоский компактный при этом да и нигде ничего не не топорчит а нигде ничего не торчит за включением нижней части там у меня сейчас лежит палатка и метровый 2 на 2 флисовые плесла я положил для сравнения так вот когда пришел нет рюкзак он был весь утянут затянут я у нас пену так надел думаю ладно пока полежит как бы придет время я сниму про него псор потому как я не понял куда смогу применить его в первые дни дело в том что у меня есть и на один день рюкзаки на три дня на пять дней на несколько выходы в горы например куда-то в город выехать на велосипеде пешком да например куда-то на сплав то есть меня рюкзаков дома очень большое количество и я не смог сказать выбрать ту нишу которую бы мог занять этот рюкзак но теперь определился для меня это зимний пвд и на лето на один-два дня либо супруги либо вот моему сыну у меня рост метра восемьдесят за счет регулировки петель на лянках он может легко сидеть на мне либо можно утянуть его по максимуму и тогда он даже на ребенка будет как раз так вот когда я расстегнул эти утяжки как вы видите рюкзак преображается он довольно таки вместительный косая молния которыми тоже очень понравилось что удобно раскрывает его на полностью рюкзак не так только верхнюю часть например далее горловина которая ограничивает например как тактических рюкзаках самый только горловина вот размер то что можешь запихать то и запихнешь здесь же рюкзак расстегивается полностью достать какие-то вещи запихать сюда как крупногабаритные вообще никаких проблем нет вот у меня лежит флисовый плед 2 на 2 метра и вот такая палатка двухместная на турлок яковская сейчас я положил их вертикально смотрите но к тому же без проблем все это дело может заместиться горизонтально 1 2 и у меня остается еще примерно половина рюкзака свободного места то есть это достаточно для того чтобы положить туда еду воду положить еще какое-то снаряжение и отправиться на день-два а может быть и три вот в общем вот такой интересный за счет мне пришел сейчас я подробно про него все расскажу и покажу вам ну а кому понравилось можете перейти по ссылочке в описании который имеется который находится практически под каждым видео если нравится можете приобрести это рюкзак если нет можете посмотреть любое другое снаряжение там большой выбор от туристического до военного снаряжения ну что ж начнем как всегда с внешнего осмотра по бокам две оттяжки на фастексах между ними полукарман на двух застежках он хорошо подходит для крепления в наружную часть рюкзака таких негабаритных вещей как коврик удочку штатив палки для ходьбы лыжи или сноуборд в общем все то что не войдет в основной отсек внизу находится внешний карман на двойной молнии там у меня обычно лежат веревка бутылка с водой или перчатки кармашек довольно вместителен но из-за прикрывающей молнию мембраны застегнуть быстро его удается не всегда однако каких-либо больших неудобств это не составляет и при этом можно быть уверенным что даже в сильный ливень вещи в нем не промокнут по бокам рюкзака имеется два довольно больших кармана по одному с каждой стороны при необходимости туда может вместиться бутылка с водой или даже небольшая кофта также на кармане имеется небольшая петелька для крепления через карабин еще какого-то снаряжения или веревки прокинутой вокруг рюкзака для подвеса снаряжения подвесная система обычно на рюкзаках такой ценовой политики она наипростейшая здесь же можно наблюдать широкий ремень с двойной регулировкой по длине ремня и притяжки его к спине сам ремень съемный на липучках что позволяет его убрать для уменьшения веса или поставить свой например с моли ячейками и под сумками ремень застегивается на широкий жесткий фастас который легко растягивается в перчатках или рукавицах на нем также имеются резиновые кольца для подбора свободных концов ремня на спинке рюкзака имеется две мягкие накладки по бокам чтобы рюкзак не давил и не терся углами снаряжения лямки выполнены с того же материала толстые плотные не перекручивается при надевании рюкзака и имеют s-образную форму также на них присутствует стандартные чеки для подвеса снаряжения и d-образные пластиковые кольца грудная стяжка здесь не эластичная но достаточной длины чтобы обхватить даже широкую грудь регулируется легко без зажевывания или перекоса верхней части лямок имеется длинная регулировочная стропа свободные концы которой чтобы они не висели можно закладывать подкрепление грудной стяжки рюкзак не имеет клапана но имеет небольшое прикрытое кармашком отверстие для трубки гидратора который располагается сразу за ручкой для переноски рюкзака перейдем к внутренней части две широкие двусторонние молнии позволяет открыть рюкзак практически полностью что на мой взгляд очень удобно один большой моно отдел примерными размерами 25 на 35 на 55 сантиметров что соответствует 48 50 литров на внутренней части спинки имеется небольшой кармашек для мелочевки документов или денег без застежек под ним карман для гидрационной системы коврика пенки или иных вещей под гидраторным карманом имеется еще один в котором может находиться пластиковая или амортизационная спинка завода там находится легкая пластиковая спинка которую можно использовать как сидушку столик или раздувание костра кармашек застегивается на липучку что не дает спинке выскользнуть из него во время ходьбы ну вот собственно и все простой без лишних наворотов рабочий рюкзачок для похода выходного дня или походов на пару дней а как вам этот рюкзак понравился тогда жмите лайк этому видео подписывайтесь на канал если ролик вам понравился но и не забудьте заглянуть магазин век по ссылке в описании ведь это залог того что в дальнейшем на нашем канале может появиться еще что-то интересненькое от этого производителя так что вот Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok